Надо менять свою жизнь. Я с ней общаюсь с Крапом из-за этого. Я не хочу, чтобы мы были Кокорином и Мамаевым. А это вполне возможно. Ну, брат, это тебе послание такое. Пожалуйста, возьмись за голову. Нахуй тебе не нужны эти тусовки. Привет, друзья! Это Егоров, канал EdimSport. Сейчас я вам покажу интервью с Володей Ксиксы. Хотя это даже не интервью, а скорее его такой честный монолог о жизни, о друге Крапе, с которым они в последнее время не общаются. Ну и, конечно же, о возможном переходе в броуки. Но еще много о чем личном. Это действительно откровенный монолог. XXL, йоу, чуваки, я хочу с вами много поговорить. И поговорить про МКС. Мое выступление за броуки, вообще ситуацию на спорте. Что происходит сейчас, наверное, интересно. Я вам немного открою с другой стороны, наверное, сегодня. Но прежде чем перейти к этому откровенному монологу, хочу напомнить две вещи. Во-первых, подписывайтесь на телеграм-канал EdimSport. Там все новости в режиме онлайн. Это первое. Но я вам немного открою с другой стороны, наверное, сегодня. Вы меня больше узнаете. Я так никогда не появлялся, честно. Не давал такие интервью ни на каком канале. Никогда специально не ходил. Не знаю, хотел какого-то момента, выжидал это все. Люди некоторые мне представляли по-другому. Они представляли меня каким-то гандоном, который, ну, неадекватное у него поведение. И я уверен, если бы я отвратительно играл в футбол, ну, если бы я играл в среднее, даже в среднее, обо мне бы сейчас никто так не говорил. Всех просто поразило, ну, если поразило, так можно сказать, качество футбола. Никто не ожидал, что, ну, настолько он быстрый как бы. Я не хвалю себя, нет, 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 просто я говорю. И давайте с вами немного выясним этот весь момент. Первый вопрос Диму прислал, что почувствовал, когда брокки сделали предложение. Честно, я не ожидал это немного, потому что я нелестно высказывался в сторону броков, когда мы выиграли их. Я говорил, сосать брокки, там сосать брокки. Но, видимо, зацепил я их как-то. И честно, благодарен броккам, и я респектую фанатам брокбойс. Классные ребята, и команда как бы нормальная. Просто единственный минус у этой всей истории, единственный минус, то, что на спорте и брокбойс конкуренты просто пиздец как. Майами, райзен, тегиев, текила. Текила, блядь. На этом все говорили, что-то говорят. Текила! Никогда в жизни так не говорил, кстати. Ладно, так, проехали. Следующий вопрос. Следующий вопрос про МКС. Я вообще-то лучший бомбардир прошлогоднего турнира МКС. Конечно, я хочу выступить на этом турнире. Я хочу выступить, но я не могу. Руководство клуба сказало, что Володя Икс Экс Эль, ты не уступаешь за брокбойс на МКС. Ладно, там, весь турнир отыграть я не хотел, как бы. Я думал, что я сыграю там один-два матча максимум. До конца не понимаю, что в этом такого, как бы. Но руководство решило так, и решил так со слам. Я решил так, Текила, и решил так, Лев. Ну, они просто охуели. Когда я записал первый кружочек, что я там готов, у меня есть интересы, они под охуели так уже слегка. Но я честно хочу вам сказать, признаюсь, хотел выступить. Да у меня до сих пор есть желание пару матчей сыграть, да мне запретили. И буквально два часа назад я разговаривал с Асланом, и он сказал, что ты получишь травму. Во-первых, Егоров и Райзен, ну, не всегда лестно высказываются в нашу сторону, и я с ним совсем соглашусь. Ну, так и есть. Просто, человек, представьте меня на своем месте. Что бы вы сделали? Когда ты приходишь на тренировки, каждый день, каждый день, ты видишь лица своих сокомандников, они тебе уже вот родненькие стали. Потому что ты в команде с первого дня до Саслана Гатагова, до Текилы. Ты просто вот, ты это все как бы поднимал, и это хоть и не мое дело, это не связано никак с руководством или с кем-то, но ты как бы ассоциируешься на спорте у всех. Я эту команду просто как, ну, как это все мое как будто. Хотя я в этом ничем не участвую, я просто игрок, который забивает. Я понимаю, что в каких-то моментах монолог Володи может показаться вам немного сбивчивым и эмоциональным, но на то она и искренность, не подготовленность, а именно искренность. И эта сбивчивость и эмоциональность как раз самая ценная. Тем более дальше, впереди, самые интересные темы. Может, кто не знает, я отказался брать деньги за переход на пару матчей в Rock Boys, даже если бы он состоялся. А возможно, что-то еще и будет, честно, я просто не знаю. Но мне кажется, у меня есть предчувствие, что прям перед матчем как-то у нас получится все-таки это сделать. Хоть мне и запретили, хоть я уже и согласился с тем, что мне запретили, но может что-то вот такое будет, какая-то нотка такого позитива, что ли. Но деньги я не возьму. Вот, деньги я не возьму, потому что это Броки. Брок Бойс, они и так поломаны, чуваки, ну реально. Не вижу в этом смысла. Тем более, я в футболе не из-за денег. Мне нравится, конечно, что у меня появился офигенный заработок, и я как бы чувствую себя комфортно. Но мне предлагали больше денег, чем на спорте. Больше денег, чем на спорте. Две команды, две команды, четыре сделали приглашение, но две были больше, по суммам и по всему. Я выбрал не деньги, я выбрал коллектив, мне очень нравится подход на спорте. Вы хоть, блядь, их хейтите, их все время, чуваки, но на спорте. Я не говорю, что они прям пиздатые такие, все восхваляю их, я просто говорю факты, что я вижу. Это профессионализм, уровень тренировок, выданно со слана все, блядь, снюслан, диагональ, прессинг. Человеки, да он нормальный тренер, он офигенный тренер. Он во мне развил эту скорость. Я раньше играл даже не на этой позиции. Я играл на позиции центрального полузащитника, отдавал пасы, я вообще никогда не бегал. СОС просто придумал, чтобы он как-то мне подсказал это, за это респект ему. Вот, а еще что хочется сказать, про себя, наверное, про себя мне хочется сказать. Я курил сигареты с 12 лет. Курю, точнее, сигареты с 12 лет. Я вот в студроц выходил, там, вот, две сигаретки перед этим, перед выходом на поле. Тот МКС я все отыграл, я курил постоянно. То есть, ладно, там, пачка в день, но я как курильщик себя веду. Я выкурил две пачки в день, наверное, но это все смешивается. И я понял, что у меня больше не будет такого шанса. У меня не будет больше такого шанса, например, как сейчас у меня есть заиграть в футбол. Это моя мечта. Это моя мечта. Я с 15 лет... Ой, с 15 лет, что я несу нахуй? Я с 5 лет занимаюсь футболом без перерыва. Вообще без перерыва. У меня ребята там знакомые сейчас и в РПЛ в Ростове играют. Мне вот это все нравится. Я в футбол выиграл бесплатно. И к чему я это все веду вообще? Что вот у вас есть мечта какая-нибудь? У меня есть мечта сыграть в сборной России. Честно. Я очень хочу себя там показать. Я не знаю, за кого я буду играть, где. Но у меня такая вот меточка для... Галочка для мечт. Сыграть в сборную России. Я говорил это все про сигареты. Что я выкурил дохуя пачек в день. И я принял для себя нелегкое решение их бросить. Наверное, это надо было сделать раньше. Но вы просто не представляете, когда вы дофига курите. Просто вы курите очень много сигарет. Вы резко бросить. Я вот не курю уже две недели. Вы можете меня поздравить. У меня такого перерыва не было. Я пью эти ебучие таблетки. Табокс называется. Сколько там? Каждые два часа их принимать нужно. И меня иногда так ломит. У меня так ломит, блядь. Настроение охуевое. Я могу там вилку в кого-то бросить. Вот недавно это было. Но я принял, что решение, решение, что я буду играть профессионально. И надо менять свою жизнь. Я сейчас не общаюсь с Крапом из-за этого. Я с ним поругался. Я не общаюсь с Крапом где-то месяц. Для меня он был лучшим другом, считай. И в один момент мы просто не общаемся. Он даже не пишет. Мы даже не здороваемся. Я решил, ну не знаю, как вам даже объяснить. Это такие внутренние какие-то свои... Знаете, семья. Он мне как был, ну как часть мести, как меня. Я с ним каждый день проводил вместе. И сейчас мы просто не общаемся. Да я не знаю, как вам сказать. Такая тема. Я не хочу, чтобы мы были Кокорином и Мамаевым. А это вполне возможно. Я вижу в Крапе. Очень в Крапе. Бля, про братишка я не хочу ничего хуёвого говорить вообще. Ну, брат, это тебе послание такое. Пожалуйста, возьмись за голову. Нахуй тебе не нужны эти тусовки всякие. Братан, надо тренироваться. Я просто много бы чего сказал, но не на камеру. Ты знаешь чего? Ты знаешь, что я тебя прошу. Пожалуйста, изменись. Вот. А я бросаю сигареты, и я без тусовок буду. Я буду без тусовок. Я буду включаться в режим, и вы охуеете от меня. Вы охуеете от моей формы. Я уже индивидуальные тренировки провел. Если бы не нога вот эта, она немного побаливает из-за того, что я постоянно тренируюсь. То было всё чётко. Я даже не знаю, очень получился такой диалог у меня скомканный. Вы меня там простите, за что я так на эмоциях-то ещё сказал, но я реально люблю своё дело. Я буду тренироваться индивидуально с Алексом сейчас. Я бросаю курить. Для меня это пиздец какой шаг. Поймите меня, пожалуйста. Всем спасибо. Что ж, такой вот монолог. Мы надеемся, что Володя сыграет за Броуков. И надеемся, что его новые жизненные принципы позволят ему когда-нибудь добиться больших результатов. Чтобы всё это было не зря. Это был Егоров. Точнее, это был Володя XXL. До новых встреч. Пока.